Девушки отдыхают Она осталась круглой сиротой. Родители ее умерли, родственников не было. Да еще случилось так, что она оказалась в другой стране и почти не знала языка. И что делать? Никаких денег, никаких ресурсов к жизни, никакого образования, никаких поддержек ни с чьей стороны. Она пошла в богатый дом просто наняться служанке. И стала там служить, мыть полы, выполнять самую такую тяжелую работу. Но ее заметил хозяин дома, человек уже пожилой. И он сделал ее своей любовницей. Это была честь для нее. Она так вознесла свою голову и возвысилась в своих глазах. И в глазах окружающих ей уже стали давать полегче работу. А потом и совсем освободили, потому что она забеременела от хозяина дома. А хозяин был человек очень богатый, но бездетный. И когда эта служанка родила ему сына, она еще больше возвысилась в своих глазах и подумала, ну теперь-то у меня все будет хорошо. Теперь я на самом деле обеспечена до конца жизни, потому что этот человек, он впервые познал радость отцовства. Он будет любить своего ребенка и, соответственно, меня. Но жена этого человека была недовольна. Ее тоже можно понять. И она так повлияла на этого человека, что он выгнал свою служанку с ее ребенком. И она практически осталась на улице. Он не обеспечил никак их будущее, а просто сказал, ну вы идите, вам там еду на дорогу соберут. И вот она осталась одна, в том же положении, без денег, без поддержки, без жилья, без каких-то средств к существованию и еще и с ребенком на руках. Вот это реальная история, она может в наши дни произойти, сплошь и рядом. Но я рассказываю сейчас вам историю египетской рабыни по имени Агарь. Это была рабыня Авраама еще в книге Бытие. Из глубины веков пришла к нам эта история, но сейчас мы тоже самое можем наблюдать. Правда? Очень часто такое бывает. Но, слава Богу, у этой истории есть еще одно измерение. В эту историю вмешался Бог. И если мы откроем с вами книгу Бытие, 21 главу, и посмотрим с 14 по 16 стих, мы увидим вот какую картину. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока, и села поудаль, и подняла вопль, и плакала. Вот мы встречаем ее здесь в совершенно отчаянном положении. Но до этих событий, в 16 главе Агарь уже встречалась с Богом. Интересно, что Господь, Он не делает различия между царями и вот такими малыми, незначительными людьми, правда? Но это было совершенно ничего незначащее. Девушка, рабыня, настолько низкое у нее было социальное положение, настолько она ничего не значила в глазах людей, но в глазах Бога она значила. Поэтому Он пришел к ней, пришел к ней лично. И посмотрите, Бытие, 16 глава 7 стиха. И нашел ее ангел Господень. Это был первый раз, смотрите, первый раз, когда она убежала от цары. Где нашел ее ангел Господний? У источника воды в пустыне. Да, она была в пустыне, но она была у источника. Вы понимаете? Тогда она еще нашла этот источник. И здесь источник, вода, символизирует надежду. Потому что как невозможно жить без воды, так и невозможно человеку жить без надежды. Вот когда человек теряет последнюю надежду, то его жизненные силы куда-то уходят. И он просто на самом деле говорит, все, я готов умереть. У меня ничего больше нет впереди. И мне ничего больше ждать. Никто мне не поможет. Все, я свожу счеты с этой жизнью. Но здесь у нее еще была надежда. Она была моложе, у нее не было ребенка. Она была привлекательна. И она сидела у источника воды. И сказал ей ангел Господень, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. И вот дальше очень интересный стих. Тринадцатый. И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней, с именем, ты, Бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Вот интересно, что Агарь, она хоть и была в каком-то отчаянном положении, тем не менее, она вот открыла свое сердце и пришла к этому познанию Господа. И даже дала ему имя, да, она дала ему имя, что ты, Господь, видящий меня. А вот в двадцать первой главе, когда мы ее видим, надежды уже не было. Надежды уже просто не было. Вот та душевная боль, которую она переживала, вот эту обиду ужасную, вот этот страх за своего ребенка. Каждая мать знает, вот этот животный страх, который охватывает нас, когда нашим детям что-то угрожает. Правда? Вот такой страх, что мы не можем соображать уже ясно. И просто голова у нас как-то работает по-другому. И пока мы не узнаем, что с нашим ребенком все в порядке, мы вот не можем вернуться к этому состоянию ясного какого-то мышления, ясного видения. И вот эти растоптанные надежды, эти растоптанные чувства, это преданное доверие, все это, оно закрыло ей внутренние глаза. И она, она просто забыла, как Господь приходил к ней первый раз. Она забыла, понимаете, или она подумала, что, ну раз люди могли со мной так ужасно поступить, значит и Господь может отвернуться от меня и сказать, махнуть рукой и сказать, да ну тебя, все равно у такой неудачницы ничего путнего не выйдет. Она уже не верила, да, что Господь видит ее и слышит ее страдания. Но посмотрите, с 17 стиха в 21 главе. Услышал Бог голос отрока, значит, когда она уже посадила своего сына под куст и ушла, сказала, все, я не могу увидеть, как он умирает. Ее душа, она просто была терзаема, она разрывалась на куски от горя. И она ушла от него, она оставила его там. И трудно ее вообще за что-то осудить, потому что она очень сильно страдала, да. И услышал Бог голос отрока, когда он тоже кричал там и взывал. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре. Второй раз пришел к ней Бог, не пренебрег ее, ею. И сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. То есть даже когда мы отчаиваемся, когда мы уже поставили крест на своей жизни, да. Когда мы уже не верим, что Бог нам поможет, потому что люди обошлись с нами слишком жестоко. Но Господь все равно приходит. Господь не забывает, да, нас и слышит наши страдания. И дальше, девятнадцатый стих. Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком. И вы знаете, что дальше история имеет хороший конец, потому что он на самом деле вырос, нашел там себе занятия, она помогла ему в этом, поставила его на ноги. И от него родился великий народ. Она стала Агарь, вот эта вот презренная рабыня, стала родоначальницей огромного народа, который есть до сих пор. И вот мне кажется, что на эту историю каждое сердце откликается. Потому что каждый из нас, и мужчины, и женщины, как бы немножко Агарь. Может быть, не все мы доходили до такого крайнего состояния, да, отчаяния, но каждый из нас испытывал предательство в этой жизни. С каждым из нас обходились когда-то очень несправедливо, да. Каждый из нас видел крушение своих надежд, видел, как его мир раскалывается. Вот почему? Почему Господь допускает это? Я думаю, потому что Бог хочет, чтобы вот наше самодовольство, оно как-то разрушилось. Чтобы мы в конце концов поняли, глаза-то наши закрыты. И мы думаем, мы тут все достигли, мы и сами все можем, мы такие сильные и крепкие, у нас есть то и другое. Но Господь говорит, послушайте, вы же слепы, вам нужно понять, что вы слабые. Вы бессильные, стоит только чуть-чуть покоситься вашему фундаменту, как вы уже паникуете, как вы боитесь, что все рухнет. И вы нуждаетесь в моей помощи, вы нуждаетесь в этом колодце, да, с водой, в этой надежде. Без нее ваша жизнь, она может рухнуть в любой момент. И посмотрите, вот из этих вот, из этих событий, которые происходили с Агарию, какие выводы мы можем сделать, да. Когда вот мы в отчаянных обстоятельствах, сначала нужно разобраться со своими страхами. Иисус говорит, или Господь говорит, не бойся. То есть вначале ты вспомни, ведь Он уже помогал тебе когда-то, ведь Он уже приходил к тебе и говорил, и ты знал Его, называл Бог, видящий меня. Вспомни это, перестань бояться. И второе, нужно начать действовать. То есть сделать то, что мы можем в данной ситуации, а что не можем, то возложить на Бога, правда? И потом нужно проявить кому-то любовь. Он сказал, иди к отроку, иди к своему сыну, дай ему руку, подними его. И тогда ты увидишь, что-то изменится. Посмотрите, колодца еще не было, когда ей пришлось сделать это все. Перестать паниковать, успокоить свое сердце, перестать вот так вот отчаиваться, потом встать на ноги. Это тоже требует усилий. Когда вот у тебя уже не осталось никаких сил, и ты уже готов умереть, ты можешь просто уже вот лежать пластом. Но он говорит, встань, то есть сделай что-то, сделай что в твоих силах. И потом иди и помоги еще кому-то. Она пошла, привела своего сына, и вдруг увидела, а вот здесь колодец. Как вы думаете, был он до этого в этом месте? Или просто ангелы быстро прибежали с лопатами и выкопали его? Очень быстро. Вот как вы думаете? Конечно, возможно и второй вариант, да? Но я думаю, более вероятно, что колодец уже был на том месте. И вот когда вы делаете все эти вещи, да, то есть вы перестаете бояться, вы доверяете Господу, вы вспоминаете, что Он уже когда-то вам помогал, потом вы что-то делаете, потом вы проявляете кому-то любовь, и тогда вы видите, а колодец-то всегда был рядом. А Господь-то всегда меня видел и слышал мое страдание. Правда? Значит, жизнь продолжается. И скажи сейчас, жизнь продолжается. И сейчас я хочу еще одно место взять. Это 1 Иоанна 4, 7, 8. Очень известные стихи, но как-то недавно я их перечитывала дома. И вдруг, вы знаете, попала просто в какой-то водопад любви. Вот не описать словами, что я пережила в эти какие-то, не знаю, минуты, может быть. И я сначала прочитаю этот стих. Возлюбленные. Возлюбленные. Вот не просто вы какие-то все в массе своей возлюбленные, а вот каждый. Оля, Дима, Денис, Олег, Марина. Возлюбленные. Я не могу вас всех, к сожалению, по имени назвать, а хотела бы, чтобы вы услышали. Кто-то любит вас. Вот вспомните, когда вы последний раз слышали к себе такое обращение. Ну, в жизни. Не в церкви. В церкви все время говорят, дорогие, возлюбленные, ну, как-то ты к себе это особо не относишь. Ну, это как бы такой штамп, что ли, церковный. А вот когда вы слышали, что вам говорили, любимая или любимый, или дорогой, или люблю тебя. Может быть, кто-то давно не слышал? Обычно, знаете, чаще всего нам это говорят дети. И мы, ну, сегодня же день матери, и мы как-то, ну, тоже мимо ушей это пропускаем. Вот когда ребенок говорит тебе, мамочка, я тебя так люблю, я тебя защищу от всего. Это так вот трогательно. И мы, конечно, как-то радуемся, но думаем, ну, это же ребенок. А почему мы пренебрегаем любовью детей? Вот меня всегда этот вопрос удивлял. То есть, когда вот мужчина нам говорит, это ценно, это даже может вызвать какие-то слезы, умиления, да. А вот когда ребенок говорит, ну, так что, вот ребенок, он, это ничего такого. Вот цените детскую любовь. Во-первых, они подрастут и перестанут вам так часто это говорить. Потому что тоже станут взрослыми, такими черствыми, или просто такими приличными. А ребенок говорит это, потому что он свободный. Он просто выражает свободно то, что у него на сердце. Ну, на самом деле, может быть, в этом зале, и те, кто смотрит сейчас передачу, может быть, есть и те люди, которые давно не слышали такого обращения к себе. Может, ваши дети на самом деле уже выросли, и вы нечасто их видите, а тем более нечасто слышите их, такие слова, да, в свой адрес. Может, вообще вы, у вас конфликт с детьми, со взрослыми, вы давно их не видели. И я хочу вам сказать, если у вас есть мамы в этот день, позвоните им, придейте к ним и проявите какое-то внимание. Скажите, я люблю тебя, ты подарила мне жизнь, и спасибо тебе за это. Да, ну, вы найдете, что сказать, я думаю. Так вот, Господь любит вас. Вот, может, ни одного человека не осталось, который скажет вам это слово, но он скажет всегда. И что он говорит? Это Иоанн вообще-то, да, говорит, возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Так вот, зная эти стихи давным-давно, я вдруг пережила их где-то на каком-то глубинном, сердечном уровне. Это было просто что-то бесподобное, потому что я очень четко увидела, что все на свете, вот здесь, заполнено любовью. Все на этой земной, все в этом земном пространстве, оно как бы сделано из любви. Почему? Потому что Бог есть любовь, а Он везде, правда? Вот здесь сейчас есть Бог? Есть, здесь сейчас есть Бог. И здесь, значит, все в любви. И то, что вы не переживаете ее, может, кто-то переживает, а кто-то и не переживает. И то, что вы ее не переживаете, говорит о том, что глаза ваши закрыты. И вы в данный момент вот не имеете такого доступа. И я очень бы хотела, да, чтобы вы вот получили такой доступ, получили доступ к этому ресурсу, потому что Господь, Он везде, Бог вездесущий. Если вы едете, например, в транспорте, в метро или в автобусе, вы тоже должны понять, что там тоже все в любви. Может быть, в это верится с трудом, там все такие насупленные, злые бывают, ругаются. Ну, какая тут любовь в автобусе. Но она там есть, нужно только видеть ее. Если вы, например, в ссоре со своими близкими, с мужем и женой, и вам кажется, что все, нет любви в ваших отношениях, то просто откройте свои глаза, и вы увидите, она есть там. Потому что ясно сказано в Писании, любовь никогда не перестает и не перестанет. Почему ты думаешь, что между тобой и твоим мужем, например, любовь перестала? Такого не может быть. Другой вопрос, что есть какие-то вещи, которые ослабляют нашу любовь, нашу страсть. И об этом мы поговорим попозже. Но сама любовь, она бесконечна. И Библия говорит, что даже когда мы попадем на небо, там уже не будет ни надежды, ни веры, ни знания, но любовь там останется. И давайте просто воздадим Богу аплодисменты за это. Потому что Господь благ. Если бы мы пережили до конца эти стихи, вот так, очень сильно, мы бы были счастливейшими людьми на свете, потому что нам ничего не грозит, потому что мы со всех сторон окружены его любовью. И все у нас хорошо. Но у нас проблемы с тем, чтобы в это поверить. И проблемы с тем, как говорит, видите, апостол Иоанн, он говорит, будем любить друг друга. То есть обладая таким огромным ресурсом, таким неисчерпаемым запасом любви, почему бы нам не поделиться ею с ближним? Вот просто с первым встречным, а тем более со своими близкими, правда? Но это для нас тоже проблема. Потому что нам кажется, когда мы живем в состоянии вот этих закрытых глаз духовных, нам кажется, что нам, мы поделимся, а нам чего-то самим не хватит. А нас вот не примут как-то, а на нас странно посмотрят, а мы вот будем в смешном положении или еще что-то, да? Вот, или нас обидят. Нет, но это все иллюзии. Вот иллюзии, нехватки, что нам всего не хватает, что нам тут что-то кто-то не додал, что нам тут кто-то что-то как-то на нас не так посмотрел, что нам все угрожают. Это все, мои дорогие, иллюзия. Потому что мы не отделены от Бога. Мы вместе с Ним всегда. Поэтому ничего нам не может угрожать. И мы прежде всего не видим свои личные колодцы надежды, когда мы в таком закрытом состоянии. А мир заинтересован в том, чтобы мы жили вот с такими закрытыми глазами. И вы знаете, я хочу показать вам картинку одну. Давайте, пожалуйста, первый слайд. Вы видите на экран картинку нашей жизни. Это разные сферы нашей жизни. Это и работа, это и служение, это семья, а также отдых, личное время, здоровье. Ну вот все, что нам... Конечно, у кого-то еще что-то есть, но такие основные сферы, в принципе, есть у каждого человека. И вот когда вы смотрите на этот кружок, то какие у вас чувства приходят? Больше хорошие или плохие? Да, кто-то говорит плохие, кто-то говорит не очень хорошие. То есть мы сразу... Сразу как-то у нас... Вот я вам только что говорила о Божьей любви, да, как все прекрасно. И вот я вас возвращаю в нашу реальность, да? То была духовная реальность. А это вот наша реальность. И когда мы вот смотрим на все вот это, то мы так вот себя немножко внутри ощущаем белкой в колесе, да? Что мы вот так бежим, 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 бежим. И колесо крутится, крутится, и никакого выхода из этого, во-первых, нет. Во-вторых, все вот это, оно не кончается. Наши заботы, они не кончаются. Наши какие-то нервы по поводу там всяких неприятностей не кончаются. Наши семейные там проблемы не кончаются. И все это создает ощущение, что мы немножко белки в колесе. Так вот, когда это все вертится на самом деле вокруг нас, как карусель, то мы ничего толком не успеваем ни понять, ни рассмотреть, ни вслушаться, ни вдуматься. Мы просто каждый день живем, стараемся все успеть. Вот на каком-то уже из последних сил доживаем этот день, потом смотрим там кино какое-нибудь, ложимся спать, и на завтра все заново повторяется, да? И что же нам делать, чтобы обрести вот эту ясность, чтобы увидеть, а где же наша духовная реальность? Потому что не только в физическом мире мы живем. У нас есть, слава Богу, и мы можем ее понимать, можем ее ощущать, вот эта духовная реальность. И так нужно выйти из своей головы и попасть в сердце. И вот это место, его, конечно, как-то так не определишь четко, где оно находится, но каждый человек знает, да, где вот сердце. И как в физическом мире у любого колеса есть точка, я еще помню, пастор Виктор говорил об этом, точка неподвижности. И место покоя – это центр колеса, да? Так и в нашей жизни есть какое-то место, где мы можем наконец-то вот перестать вертеться этой белкой неугомонной и просто остановиться и углубиться в свой дух и встретить там Господа, соединиться с нашим Господом. Замечательно это все, конечно. Но что-то нам постоянно мешает это делать, согласитесь? Есть такое ощущение, да? Что вот мы бы хотели, конечно. Но вот как-то оно все не складывается. И вот я хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи, которые именно мешают нам, которые как-то нас вот тормозят, застилают нам наши духовные глаза. И первое, да, это вот если так разделить наше существо на дух, душу и тело, это духовные проблемы. Духовные проблемы – это недоверие Богу. Это когда у тебя отсутствует вера. Вот вера именно в значении доверия, доверия Богу. И вы знаете, доверять, доверять мы кому попало не можем. Правильно? Вот почему? Потому что в доверии всегда есть риск. То есть ты как бы доверяешь какой-то свой ресурс, какой-то, может быть, там человека дорогого или еще что-то, какое-то дело. Ты доверяешь кому-то, но ты не знаешь. А что будет-то? Какой результат ты получишь? Ведь человек, он может все провалить. И это не редкость, да, когда человек что-то портит. Поэтому мы стараемся доверять людям проверенным. Мы сначала проверяем, да, или пользуемся какими-то рекомендациями, и только потом можем доверить что-то серьезное. И так же и Богу, мои дорогие. Богу мы тоже, когда доверяем, мы тоже рискуем, в общем-то. А Богу мы доверяем, ну, самое такое обычно, серьезное. Своих близких, там, свое здоровье, ну, свою жизнь, да. И вот что это будет, ты не знаешь. Никто не может обещать тебе неизменно превосходный результат. Никто. Бог, вот, он сложнее как-то, чем доширак. У него свои какие-то там мысли, да, не наши мысли. У него свои пути, не наши пути. И вот что будет, мы не знаем. Потому что у него представление о благе отличное, чем у нас. Но если мы попадаем регулярно в этот центр, встречаемся с ним, узнаем его с разных сторон, то мы видим, что он тот, кому мы можем доверять больше всего. И даже, знаете, мы можем уже знать Бога, уже иметь о нем откровение. Вот как Агарь. Она говорила, ты Бог, видящий меня. Вот если у тебя есть Бог, который видит тебя постоянно, чего тебе бояться? Чего тебе страшиться? Отчего тебе приходить в отчаяние? Но получается так, что мы можем потерять это откровение. Вот в этом вихре жизни, в этом кручении колеса мы можем забыть, отдалиться от Бога. И когда мы забываем про свои вот эти откровения, мы теряем уверенность и доверие Богу. Второе, второй, да, вот пласт проблем, которые именно нас отгораживают, что ли, от ясного видения, это душевные проблемы, я их называю. Это проблемы нечистой совести, греха. И как грех застилает наше духовное зрение, я даже не буду на этом долго останавливаться, потому что, думаю, каждый знает это по себе. Вот этот опыт у нас есть, да? Когда мы просто знаем, что мы виноваты, что мы сделали плохо или довольно долго живем в каком-то грехе, мы знаем, как это влияет на наше духовное зрение. Очень плохо. И хотела бы остановиться на третьем комплексе вот этих проблем. Я бы назвала его так психофизические проблемы. И самое, что тут, мне кажется, для нас сейчас актуально, это переутомление или перенапряжение. Перенапряжение в нашем теле и в нашей психике. Мы все-таки живем с вами на этой земле в теле, да? И мы что, зависим от него? Мы зависим от него, да? И мы знаем, что в последнее время у нас повысился вот стресс, потому что факторы вот эти стрессогенные, они стали очень агрессивные и очень мощные. И вот есть внешний стресс, который, даже не буду перечислять все эти его факторы, вы и так их всех знаете, но есть и внутренний стресс. Внутренний стресс, который организм дает в ответ на внешний стресс. То есть как бы, смотрите, когда идет внешний стресс, внешний, мы должны его гасить, по идее. Но если у нас уже внутренний стресс, гасить нам этот стресс нечем. И тогда все совсем становится плохо, наше здоровье начинает разрушаться, и наша способность любить страдает, наши отношения начинают разрушаться. И давайте посмотрим, какие вот причины вот этого вот какого-то всеобъемлющего стресса. Мне кажется, что вот в последние десятилетия очень сильно этому способствует смешение ролей. Вот Бог дал значит, как мужскую, да, сторону и женскую. И вот у мужчин есть свои мужские гормоны, у женщин есть свои женские гормоны. И хорошо бы было так. Вот у женщин только женские, у мужчин только мужские, никакой путаницы. Все занимаются своими делами, всем хорошо. Но Господь, Он как-то усложнил нам задачу. И Он добавил в женщин немножко мужских гормонов, а в мужчин добавил немножко женских. И получилось такая вот, наверное, потому, чтобы нам не было скучно здесь, да, чтобы мы ощущали вот эту остроту жизни. Вот. И в последнее время женщины все больше вот именно проявляют своих мужских качеств, а мужчины все больше проявляют своих женских качеств. Вот вспомните старый советский фильм «Служебный роман» Ильдара Рязанова, да? Ну, я не знаю, как молодежь, но средне-старшее поколение, все помнят его точно. Там была такая начальница, Людмила Прокопьевна. Ее гениально совершенно сыграла Алиса Френдлих. Вот эта вот начальница, она как раз была таким мужиком в юбке. И со всеми симптомами. Она и выглядела так сурово, и личной жизни у нее не было, и она была такая вся сосредоточена на работе. Ну, такая женщина с походкой соответствующей. И вы, не буду я долго даже рассказывать, но вы помните, как ее перевели на женскую сторону? Вы помните? Они просто заинтересовали ее личной жизнью. Она поняла, что она кому-то может нравиться. Она стала уделять внимание своей внешности, и она в конце концов поняла, что она может дарить любовь и принимать ее. Там в конце она стала очень женственной и привлекательной. Правда? И дело здесь не в том, чтобы именно внешне стать привлекательной, а именно внутренне найти свое какое-то счастье, свою полноту, свое призвание. Вот давайте вторую картинку. Вот тогда, в те времена, все-таки это было больше исключение. А сейчас все больше это уже как норма. И хотя, посмотрите, вот раньше женщины занимались своими женскими делами. Я не скажу, что это тоже хорошо, когда женщина была привязана там к тремка, то есть кухня, киндер и кирха, да? То есть женщина должна быть только на кухне, с детьми и в церкви. Но женщины тоже обладают своими талантами, своими какими-то деловыми, может, качествами. Они хотят это проявлять, и это хорошо для ощущения, что они живут полной жизнью. Посмотрите, вот сейчас больше мы видим вот такой вариант. Женщины работают, да? Они какие? Деловые, занятые. И внешне они уже выглядят не как Людмила Прокопьевна. Они вполне привлекательные, ухоженные, да? Но внутренне они стали такие жесткие, как мужчины. Почему? Потому что им приходится много проявлять качеств, таких целеустремленность, деловая хватка, точность в сроках. Они должны быть всегда собранные, всегда такие хладнокровные. Все это качества хорошие, но они мужские. Понимаете? И женщина может их проявлять, но она все равно никогда не станет мужчиной. Понимаете? И для женского организма, вот сколько бы она не проявляла вот этих качеств, она все равно не превратится в мужчину. И для женского организма вот это повышение мужских качеств, повышение мужского гормона, оно оборачивается стрессом. Так же, как и у мужчин. Повышение женского гормона, это тоже возможно. И это тоже не редкость в наши дни, оно тоже оборачивается вот этим внутренним стрессом. И само собой, как я уже говорила, начинает разрушаться их здоровье и начинают разрушаться их отношения. Потому что мужчине, ему не нужно женщину мужеподобную, понимаете, он к ней теряет интерес. А она для него перестает быть привлекательной. И так же и женщины, они не хотят видеть женоподобных мужчин. Они точно так же теряют к ним интерес. Вот и получается, что вот эта страсть их, она как-то угасает. Вот любили друг друга, а потом прошло какое-то время, и смотришь, отношения разваливаются. Вот этот клей, который их склеивал, он как будто высох. На самом деле мы просто потеряли свою женственность и свою мужественность. И вот что же нам делать? Ну что, с работы что ли уходить? Все бросать и вот опять печь тортики целыми днями? Но мы имеем выход здесь. Я вот вам хочу рассказать, что нужно просто женщине регулярно возвращаться на женскую сторону. Какая бы ты ни была деловая, успешная, вообще вся такая вот, вся бизнес-леди, но тебе, как женщине, нужно вернуться на женскую сторону раз в день хотя бы. И мужчине нужно возвращаться на свою мужскую сторону. Но женщине, прежде всего, я вам хочу сказать, чтобы вы запомнили это, нельзя перерабатывать, нельзя ей слишком много работать. У мужчин с этим все в порядке. Здорово, да? Ну это правда так. Я сейчас вот углублюсь немножко в эту тему, вы увидите, что это так. Значит, когда мы, например, идем к врачу по поводу того, что у нас что-то не то с гормональным балансом, врачи прописывают нам таблетки. Они говорят, вот есть синтезированные гормоны, пейте их, и все будет хорошо. Не обязательно это делать. И даже опасно это делать. Организм перестанет вырабатывать ваши собственные гормоны. Есть более простой и очень эффективный выход. Надо заниматься теми делами, которые повышают определенные гормоны. Или женские, или мужские. И это на самом деле не так уж и трудно. Надо просто знать, что это за дела. И вот сейчас я вам открою глаза на это. На самом деле посмотрите сами. Эта тема, она как бы достойна того, чтобы вы ее еще самостоятельно изучили. Итак, мужские дела. Чисто мужские дела. Мужские дела – это водить машину, заниматься спортом, работать, решать всякие всевозможные проблемы. Это помогать кому-то. Это молиться. Молиться – это, конечно, дело обойтись, ну как бы общее, не только мужское. Но именно молитва хорошо тоже сказывается. Она для всего нужна. Это молчать. Иногда можно совмещать молчание и молитву. Мужчина не должен слишком много разговаривать. А что ему разговаривать? Пусть работает, да и все. Но на самом деле, это ученые говорят, это не я придумала. Потом, мужчине нужно соревноваться с кем-то. Ему нужно побеждать где-то, конкурировать. Ему нужно участвовать в каких-то романтических отношениях. Ну и заниматься там еще сами знаете чем. И у него тогда все хорошо. Со здоровьем, с самооценкой. Что нужно женщине? Женщине, да, вот покажите мне слайд 3, пожалуйста. Что-то мы все про женщин. Вот мужчина у нас тоже там есть на картинке. Нет, следующий. Где мужчина? О, вот он. Видите? Это мужчина с высоким уровнем тестостерона. Значит, пусть он тут у нас сейчас висит, всех вдохновляет. Я скажу сейчас про женские дела. Женские дела – это быть ласковой, заниматься делами, которые проявляют заботу о ком-то. Когда ты готовишь пищу, когда ты заботишься о своей семье, что-то шьешь, может быть, для них, что-то рукодельничаешь. Потом ходишь по магазинам, покупаешь, предвкушаешь, как тебя будут за это хвалить, если ты подаришь подарок. Или ты покупаешь себе какие-то обновки и предвкушаешь, как тебя будут за это хвалить, что ты хорошо выглядишь. Вот такие разные дела у женщины. Ходить на концерты, ходить на выставки, доставлять себе всяческие удовольствия. Вот вы думаете, я придумываю, да? Потому что хочу побудить мужчин как-то предоставлять женщинам вот это все делать. На самом деле это женские дела. Даже петь хором – это и то больше женское дело. То есть есть такие вещи, которые повышают женские гормоны. И она себя от этого прекрасно чувствует. Но проблема в том, что женщине трудно вернуться на женскую сторону, если она сильно зашла на мужскую. Так-то вот приходишь ты домой, да, после работы. И что ты делаешь? Ты, во-первых, оставляешь за порогом свои рабочие дела. Ты как бы одеваешь фарточек, вот как мы там видели, миленькие такие, красивенькие женщины. Ты испечешь что-то ему, ты и детям. Ты обнимешь детей, поцелуешь. Ты мужу своему дашь время восстановиться, об этом я позже скажу. А потом расскажешь ему о своих чувствах. Вот что должна делать женщина, чтобы снизить свой собственный стресс. Но так не получается в большинстве случаев. Женщина приходит домой, она и так уже перенапряжена. У нее слишком высокий уровень тестостерона. И она не может затормозить. Она начинает кричать на всех, почему посуда не помыта. Почему тут все разбросано. И ей вообще хочется, знаете, что сделать? Ей хочется сесть за компьютер и доделать свои дела. А потом лечь спать. И чтоб никто ее не трогал, желательно, никто к ней даже не обращался. Ни с чем. Ну, я вам скажу, сестры дорогие, если вы узнаете в этом себя, если вы чувствуете, что ваша жизнь полна спешки, спешки, и вам все время не хватает времени, чтобы все сделать, это симптом вот этого закоренелого стресса. И он, в конце концов, разрушит вашу жизнь. Вот уделяйте внимание тому, чтобы, например, проявить свою женскую сторону натуры, эмоциональную теплоту. Достаточно 10 минут в день, чтобы кому-то быть ласковой, ну, хоть даже кошке своей, чтобы вы уже, ну, были в нормальном состоянии. Ну, желательно, конечно, не к кошке, а все-таки к человеку. Если вы не делаете этого, то вам грозит то, что вы станете очень хладнокровными, и ваше хладнокровие, беспристрастность, такое мужское качество, оно станет просто ледяным. Растопить потом это будет очень трудно. И если женщина не уделяет внимания тому, чтобы рассказывать о своих чувствах, а когда она рассказывает, даже Богу можно рассказать о своих чувствах. Если, например, вы одна, у вас нет кому рассказать, расскажите Богу, потому что Он также выслушает вас, а вы определите свои чувства, вы будете понимать, что вот такие чувства у меня есть. Я смотрю правде в глаза, я вот это чувствую. И она делится своими чувствами, она понимает тогда свои нужды, она не откладывает их на потом, она пытается их решить что-то с этим, если они у ней есть. И женщина также должна как-то отдыхать. Она не должна чувствовать, что она такая независимая, она все сделает сама. И у женщин, у некоторых, правда, есть проблема, чтобы принять помощь от кого-то. В итоге такие женщины чувствуют себя жертвами, потому что она все сделает сама, а потом будет жаловаться, что на нее всю работу свалили. Лучше уж принять помощь, но при этом чувствовать себя хорошо. И мужьям и детям таких женщин, конечно, нелегко, которые вот так вот ведут себя, как мужчины. И в итоге иногда и семьи разваливаются по этой причине. Поэтому я вам хочу сказать, женщины, возвращайтесь на свою женскую сторону. И просто силой воли, даже когда вам не хочется, делайте эти вещи, уделяйте себе свое личное время, чтобы раскрывался ваш внутренний потенциал, чтобы вы находили время соединяться с Богом, попадать в центр круга. Ну а что нужно делать мужчинам, да, чтобы снижать свой стресс? Ну, у мужчин все проще. У нас, у женщин, четыре основных гормона, и еще неизвестно, сколько там, каких побочных. А у мужчин всего один самый главный. Вот этот, который я уже говорила, тестостерон. И чтобы хорошо себя чувствовать, они должны его повышать. Вот чем больше их у него, тем его у них, тем лучше. И мужчина, приходя с работы, да, то есть, как я уже говорила, ему не вредно много работать, он решает там свои задачи деловые, он там чувствует себя таким компетентным. И когда он приходит с работы, ему важно немножко уединиться. То есть, если женщина сразу с порога начинает, во-первых, вываливать на него весь свой негатив, который у нее накопился за день, да, эмоциональный. Тем более с упреками, с попреками и со всем прочим. Или женщина, например, начинает сразу говорить, ой, я так устала, давай, помоги мне. Давай, вынеси мусор, вот тут с детьми посиди, здесь поиграй. Ты же должен с детьми проводить время? Должен. Вот, ну, поймите, это ошибка. Потому что вначале, когда вот человек пришел, мужчина, человек мужского пола пришел домой, он должен просто побыть один в идеале. То есть, он как бы хоть что там поделать, просто помолчать хотя бы, просто вот почитать новости, помолиться, просто побыть наедине со своими мыслями. Или он может идти в мужскую компанию, например, в спортивную команду, или где-то играть. То есть, мужчины, они общаются между собой очень легко. Они не напрягают там друг друга, не рассказывают друг другу о своих проблемах, поэтому им как-то всегда так между собой это комфортно. А с женщинами уже другое дело, да, там надо о проблемах выслушивать. И вот когда мужчина побыл вот так в своей пещерке, когда он там восстановил все свои запасы, все, чего надо, вот тогда он готов и слушать женщину, и проявлять к ней любовь, и играть с детьми и так далее. И мужчине вообще нужно только одно, чтобы его женщина была счастливой. Вот когда он видит, что женщина его счастлива, вот никогда она вся такая ноет, и что-то вот все ей не так. Когда он видит, что его женщина счастлива, то у него сразу ощущение того, что он успешный человек. Понимаете, женщины, как мало можно сделать для того, чтобы твой муж почувствовал себя успешным, крутым и таким настоящим мужчиной. Надо просто благодарить его почаще. Как мне понравилось, один брат у нас на прошлом собрании сказал, «Противостаньте мужу и убежит, противостань мужу и убежит от тебя». Новое прочтение, да, этого стиха. Вот если вы не хотите, чтобы муж от вас реально убежал, то повышайте его мужскую вот эту сторону. И я вам говорю, что это не так уж сложно сделать. Нужно просто сказать спасибо, благодарить его словами за разные вещи и говорить, что ты с ним счастлива. Тогда мужчина будет всегда с тобой, потому что вот это ему только и надо в жизни. Вот. И вот это чувство благодарности, да, благодарности, вот оно как, его ведь тоже не возьмешь ниоткуда. Но если ты будешь это говорить фальшиво, это тоже как-то чувствуется. Вот на самом деле, откуда нам брать вот это чувство благодарности? И Богу, и мужу. А вот опять же, вот давайте посмотрим еще одну картинку, уже последнюю можно дать. Да. Вот опять же из этого центра, из этого центра нашей личности, из этого центра нашей жизни. Именно там нас ждут любовь и радость, и надежда, и откровение, и вот эта вот благодарность. Именно оттуда, понимаете, может распространиться такое влияние, что мы сможем вот ощутить всю нашу жизнь согретой вот этими лучами. И мы сможем ощутить, что мы можем на самом деле любить и быть любимыми. То есть, оказывается, да, нужен какой-то ресурс, чтобы любить и быть любимыми. То есть, это не то, что вот почему у нее там все в семье хорошо. У какой-нибудь другой женщины ты смотришь, как говорится, за забором всегда трава зеленее, да. Вот кажется, вот у них все хорошо, вот у нее все хорошо. Может, у ней муж попался хороший. На самом деле, она просто имеет ресурс. Каждый человек может любить и быть любимым. Но если ты вся в работе, если ты вся в стрессе, если ты замотанная, то ты уже не можешь полноценно любить, не можешь полноценно строить отношения ни со своими близкими, ни с Богом. И поэтому давайте еще раз пройдемся по тем вещам, которые могут нам помочь, да, попадать вот в этот центр. Это, во-первых, доверие Богу, контакт с Ним, да, воспоминания о том, что Он уже сделал для нас. Второе, это очищение нашей жизни от разных грехов, от того, что Господь не хочет видеть в нашей жизни, от дел плоти, чтобы совесть наша была чистая. И третье, мы не должны допускать, чтобы вся наша жизнь уходила в этот стресс, чтобы она вся просто была подчинена какой-то гонке, какой-то спешке. Вот эти три вещи, когда мы делаем, то можно, да, поиграть, то мы по-настоящему можем попасть вот в этот центр. И именно там рождается настоящая молитва, истинная молитва. Не когда ты благослови то, благослови это, благослови Машу, благослови Васю, и все. Но та молитва, которая дает тебе соединение с Духом Господа, когда Дух Господень и Твой Дух стают единым целым. И, наверное, это самое прекрасное единение, которое здесь для нас доступно в этом мире. Потому что, когда ты соединяешься с человеком, это временно. Но когда ты соединяешься с Господом, это может быть вечно. И наши глаза тогда открываются, мы видим вот этот бесконечный ресурс, бесконечный запас любви, который Бог приготовил для нас. И мы уже не просто там находимся, но влияем. Видите, такие лучи идут. Мы влияем, как я уже говорила, и на свою жизнь, и на жизнь тех, кто нас окружает. Потому что вот эти лучи, этот свет, он распространяется намного дальше границ этого круга. Да, наша жизнь, она ограничена. Но влияние, которое мы можем оказывать, оно бесконечно далеко может идти. Потому что ресурс Божий, он бесконечен. Поэтому, если вы хотите вот не проводить свою жизнь в каких-то ссорах бесконечных, бесконечных каких-то передрягах, бесконечных беспокойствах о чем-то, то отправляйтесь в центр. Отправляйтесь в центр и просите, чтобы Бог открыл ваши глаза. И тогда вы поймете, что самая главная задача нашей жизни это не успеть там все-все-все, не что-то получить, желательно больше, чем у других, не как-то выделиться, даже не сделать что-то великое, и даже не стать лучшими, но распространять свет, свет Божьей любви. Мы можем это делать на самом деле, мы просто транслируем Божью любовь в этот мир, из нашего покоя, из нашего мира, из нашего знания Господа. И давайте сейчас встанем и помолимся. Я вдохновляю вас не просто послушать сейчас мои слова, ну и как-то забыть об этом, или сказать, ой, вот я пыталась как-то все это сделать, но у меня не получилось. Сразу и не получится. Сразу и не получится. Нужна практика, нужна вот постоянство в этом. И я прошу вас, подумайте об этом, уделите внимание размышлению на тему вот этих трех вещей, которые тормозят нас, которые не дают нам как-то слиться с Господом. И давайте сейчас попросим об этом Бога, чтобы Он открыл наши духовные глаза. Господь, мы просим Тебя, Господь. Будь сейчас с нами, Боже. Мы верим, что мы в Твоих руках и что каждый-каждый нас, каждый-каждый наш шаг Ты видишь, каждый-каждый наш вздох Ты слышишь. Все, что мы переживаем, наши радости, наши огорчения, наши падения, наши взлеты, Ты видишь это, Господь. Ты видишь наши вопросы, которые беспокоят нас, может быть, очень давно уже, может быть, недавно совсем. Ты видишь наши какие-то мелкие расстройства, Ты видишь нашу усталость, Ты видишь нашу нашу отдаленность от Тебя, и Ты видишь, как мы хотим к Тебе приблизиться. Боже, мы просим Тебя, помоги нам видеть, помоги нам видеть то, то, что происходит в Духе, то, что есть в реальности, не только в физической, но в духовной. Боже, помоги нам. И вы можете молиться сейчас об этом и возвышать свои голоса. Молитесь о своей собственной жизни, чтобы вам не прожить ее с закрытыми глазами, чтобы она не кончилась внезапно, а вы сказали, ой, а я ничего и не понял. Зачем я прожил эту жизнь? Но когда жизнь эта закончится, мы предстанем перед Господом, мы скажем, о, а мы уже знали, а мы уже здесь многое видели, а мы уже здесь приобрели прекрасный опыт, прекрасный опыт Твоей любви, Господи. Помоги нам, на самом деле, Господь, так вырасти в Духе Божьем, чтобы мы не были какими-то младенцами, которые ничего не понимают, которые каждый ветер их увлажают, неизвестно куда, но чтобы мы были, на самом деле, зрелыми христианами, которые понимают, что происходит. И помоги, Господь, нам также не только видеть эту любовь, но делиться ею, Господи, чтобы мы хотели служить Тебе, Боже, чтобы вот это наше желание служить Тебе, Господь, не важно, на каком служении, Боже, но чтобы оно проистекало из желания поделиться этой огромной любовью, которую мы имеем от Тебя, и которой переполнено наше сердце. Господи, помоги нам, на самом деле, не быть жадными, не быть такими сухими, не быть такими сухарями, чтобы мы, на самом деле, Господи, могли отдавать, и чтобы вот эти реки воды живой, они текли из нашего чрева. И всем, кто нуждается, щедро отдавать, не задумываясь, а останется ли у Тебя? А останется, Господь. Я знаю, что если мы соединены с этим вечным источником, с Тобой, у нас все останется, и у нас всего хватит, Боже. И помоги нам, Господь, проявить особую любовь к тем, кто ближе всего к нам, Боже, к нашим семьям. И помоги нам, Господи, не прятать их под кустом, как это делала Агарь, Боже, не прятаться от этих проблем, и не бежать от них, и не зарывать голову в песок. Но на самом деле, Господи, помоги нам протягивать им руку помощи, милосердия, сострадания, Боже. И даже если что-то не устраивает нас на этот момент, Господь, если мы как-то что-то недополучаем или очень много не получаем от них, просто дай нам, Господь, увидеть в Духе любовь, которая есть между нами, и которая точно так же может наполнить и согреть наши отношения. Аллилуйя, Господь! Я хочу, чтобы каждое сердце сейчас, оно растопилось от Твоей любви. И то, что там, Господь, какой-то лед Божий, Ты растопи его, Боже, чтобы мы все, Господь, поняли, как много мы можем сделать, Господь, как много мы можем сделать, чтобы Твое царство распространялось по земле, чтобы люди вокруг нас были счастливы, Господи. Самое первое, что мы можем сделать, это самим стать счастливыми от того, что просто Ты с нами. Господи, спасибо Тебе, спасибо Тебе, что Ты сделал нас счастливыми, что Ты нас возвышаешь, что какими бы мы ни были, рабами, может быть, может, какими-то презренными, может, какими-то грешными, но Ты берешь нас, берешь, как Агарий, вот. Все это вот так вот идет вверх. Господи, спасибо Тебе, что мы стремимся вверх. Аллилуйя, Господь, да будет Тебе вся слава и хвала. Если вы на самом деле сейчас наполнены благодарностью Богу и любовью к Нему, воздайте Ему всю славу сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!